Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если ООН поступит демократично, то потеряет страну и его толкают на силовое решение ситуации в стране. «Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. Я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Белоруссии», — заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске. «Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации», — добавил он. «Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволит сломать эту страну. На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — подчеркнул он. При этом, по мнению президента, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, заблудшие и не понимают, что их используют. «Я пока прошу и предупреждаю, не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому», — резюмировал он. Также журналист Аркадий Дубнов после телефонного разговора Лукашенко с Путиным поделился интересным мнением по этому поводу. «Заметим, что Минскому диктатору дается редкостная по своей брутальности издевка над Кремлем. Лукашенко и его слуги, подобно каким-то уральским пельменям, да колик в животе смешно пародируют путинских слуг», — комментирует Дубнов. Генерал белорусского КГБ Иван Тертель назначен недавно главой комитета госконтроля, и вслед за ним сам Лукашенко слово в слово, как по шпаргалке повторяет задертые дадыр тезисы генерала российской ФСБ, секретаря Совбеза Николая Патрушева, обильно разлитые на днях в публичном пространстве. А какие забавные речи стали звучать нынче в Москве? «У Кремля нет кандидатов на выборах Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа», — молвил сегодня путинский пресс-секретарь Песков. «Умеет сказать красиво не хуже Виктории Нуланд из Госдепа, раздававшей печеньки на Киевском Майдане». Сергей Лавров, под визит которого сегодня в Минск была устроена генеральная репетиция этого шоу с масками, сдержанием экс-главы Белгоспромбанка Виктора Бабарико, предъявлением ему обвинений, среди которых нет еще только прорытого туннеля между Минском и Москвой, должен будет договориться о параметрах сделки, которые спасет Лукашенко и даст ему новый президентский срок. Потому как ежу понятно, поражение Батьки — победа белорусского Майдана, которым он сегодня уже пугал Кремль, а вернется в конце концов плохим для него предзнаменованием. Ему это нужно? В Москву на парад 24-го Лукашенко уже объявил, мол, прибуду с семьей, мир, дружба, драники и Путин, если не испугается Минского ковида, локтями с ним потрется. А чего ведь не искрит у них, сообщил Батька сегодня Лаврову.